Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас с вами глобальная распаковка товаров из Вальбрис. У меня была вот эта вот целая закупка на 2500 рублей. И я решила с вами распаковать всё вместе. Вот, я думаю, что вам будет интересно. И, конечно же, первое, с чего мы с вами начнём, это с книг. Я хочу начать с книг, потому что мне это очень-очень интересно. А самая вкусненькая конструктора у нас останется на потом. Вот, смотрите, такие вот книжки. Здесь плюс четыре. То есть, в принципе, их довольно много. Так, сейчас я их распакую быстренько. Так, книжечки я все распаковала. И давайте будем смотреть. Начнём мы, наверное, всё-таки с трёх лет Димочки. У меня три годика уже, но он очень любит писать книги. Ой, писать, рисовать, считать. Алфавит он уже весь знает. Ну, как раз вот, да, для деток. Ему, я думаю, это будет довольно интересно. Сейчас, как раз он уже начал писать буквы. У меня сам их пишет. Поэтому я вот решила купить вот такие книжечки. Занятия. Все занятия интересные. Кстати, занятия очень красочная книжка. Очень такие листы. А, здесь подвал листа. Плотные. То есть, блин, это, я думаю, будет ребёнку интересно. Тут тоже, как прыгает зайка, да, как прыгает лягушка, как мячик прыгает. То есть, ну, в принципе, ребёнку интереснее гораздо будет рисовать именно в такой книжке, а не то, что вы ему там в чёрно-белом формате нарисуете сами или распечатаете. Это неинтересно. Вот такие книжечки, это будет ему интересно. Вот, они классные. Интересные, я бы, честно говоря, даже, наверное, сама бы с удовольствием посидела и прорисовала в таких. То есть, нарисовать косточки у арбуза. Так, тут что у нас? А, ёжики. Ну, такая маленькая, небольшая, но классная. Мне понравился. Здесь у нас математика. Димочка уже умеет считать довольно хорошо. Вот. Отличия, кстати, вот эти вот я хотела купить даже отдельную книжку. Но подумала, сначала куплю такую, вообще ему понравится или нет. Потому что я в детстве просто обожала такие. Ну, естественно, у меня не было столько книг. У меня было совсем чуть-чуть книг. Как-то так. Не у всех в детстве тогда было всё возможно. Тогда и с книгами было очень сложно. Здесь вот тоже посчитать игрушки. Ну, в принципе, так интересно было. Я думала, здесь получше немножко. Я думала, что здесь будет что-то вот такое вот подобное. Ну, что-то я тут пока этого не вижу. А, большой, длинный, высокий. Что тут? А, сравнение, вот, да, как раз у него сейчас пошло вот это вот. Удобно они перелистываются. Ну, такое вот. Ну, как-то среднее. Так, уроки грамматики. А, что ещё у меня здесь прописи? А, и всё, да. Уроки грамматики плюс 6. То есть буквы он все эти знает. Да-да-да, тут, по-моему, должны быть слоги. Да, точно, тут слоги. Дима уже у меня знает некоторые слоги. Мы изучаем. И как раз мне была нужна такая книга со слогами. Чтобы ему было красочно, интересно. Чтобы она была такая лёгенькая. Куда-то её с собой взять. То есть это интересно довольно. Вот они чуть-чуть. Ну, хотя бы немножко слоги есть. Потому что в наше время найти книжку со слогами оказалось очень-очень проблематично. И очень сложно. Такие вот, смотрите. Мне кажется, вот это ему очень понравится. Дорисовывать и понять вообще, что это за буква. Так, ну что ж такое-то? Перелистывается как плохо. Так, тут вот. А вот ещё немножечко слоги тут есть. Но это должно быть интересным, я думаю. Вот. Так, прописи плюс 4. Ну, вот да. Как раз ему, я думаю, будет интересно. Рисоверисовывать всякие такие окошечки. Ёлочки, машинки. Вот тут вот всё это. Надо было купить по две штуки. Чтобы уж он тренировался как положено. Вернее, чтобы одна была у нас красивая тетрадка. А другая так себе. Вот. Ну, интересно. Я в детстве, например, очень любила вот такие вот всякие штуки. Прям обожала просто. У нас в детстве что-то не было половины таких вот, например. Мне что-то в голову мало чего приходило. Я всё время бегала за мамой. Мам, ну нарисуй ещё. Ну, ещё хочу. Ещё хочу. Она вроде. Ну, всё, хватит. Отстань от меня. Вот. Ну, такая вот. Тоже интересная. Так, ну и прописи, конечно, начнём мы с этой книжечкой с Димочкой. Вот здесь вот как раз вот эти вот буквы. А, то есть палочек сначала, потом так, да? Б, рисуночки. Ну, это дешёвенькая книжечка, где-то рублей 30. Она, может, стоила, может, меньше, больше, не помню. То есть такие вот. Хочет ребёнок писать? Пусть пишет. Раз его тянет. Правильно ведь? Правильно. Ну, вот, ладно, не будем её всю проглядывать. Такая вот маленькая обычная книжечка. Так, и здесь у меня книга «Джунгли». Это я бы купила чисто себе в подарок. Думаю, что же я ребёнку всё покупаю, а себе нет. Вроде обойдусь, обойдусь. Я думаю, все в детстве смотрели «Джунгли» мультик. Да, и всем хотелось раскраску именно. Ну, в наше детство ничего толком не было. Если были, то, может быть, добиться было сложно. Такая вот книжечка. Очень, кстати, интересная. Здесь маленькая... Что мне понравилось? Маленькие детали. То есть долго сидеть не будешь, там, рисовать, чиркать вот на весь лист. Мне не нравится так. А это вот маленькими-маленькими. Прям вообще классная. И листы, кстати, очень плотные. Можно карандашами, не знаю, можно ли красками. Но красками, не знаю, навряд не может. Не знаю даже. То есть такая вот книжечка. Классная, мне прям нравится. Сегодня же достану свои карандаши акварельные. Они очень мягкие, классно пишут. Их очень много. Там 33 штуки, по-моему, покупала их в фикс прайсе. Мне прям очень понравились. Специально их оставила и докупила ещё, что вот, для такой вот книжечки. Ну, интересно, смотрите, прям, как классно. Тут бараны. Тут всё так прям чётко нарисовано, такие наполовину красочные. Даже за вас здесь уже дорисовали, чтобы вам вот это всё не чиркать, не сидеть полдня. Вот там и Маугли. Вот так вот она. Здесь тоже вот вокруг. Молодцы. Прямо это хорошо сделали. Такая хорошая книжка. Здесь тоже прям ковры. Ну, ладно. Не будем долго зацикливаться. А то у нас с вами теперь ещё и обзор чего? Напишите в комментариях. Правильно. Конструктором. Так. Давайте начнём, наверное, с какого? Давайте с этого начнём конструктора. Здесь у нас лев, динозаврик маленький и жираф. Такое немножко что-то дерево, там что-то такое. Вот плюс три. А вот тут даже написано, сколько деталей. Какой, сколько. Кстати, это очень классно, это очень помогает. И, допустим, когда начинаешь потерянный конструктор искать, то очень быстро находишь. Считаешь, ага, в этой коробке у меня столько. Например, у меня весь конструктор лежит по коробочкам. Мне так удобнее. Тем более, когда они разные. Конструкторы. Когда там, допустим, Lego, Duplo, там, я не знаю, ещё чего-нибудь там. Совершенно, абсолютно другой. Ой, там, третий ещё там тоже у нас какой-то. То есть, они вместе, их собирать не соберёшь. А вот по отдельности они классные. Так, открываем. Так, здесь у нас, смотрите, цветочек. Такой довольно себе плотненький. Деталька. Так, бедный лев у нас отдельно даже. Почему-то, кстати, лев лежит отдельно, а жираф отдельно. Это, видимо, чтобы лев не загрыз жирафа во время того, пока они там лежат вместе. Я так понимаю, да? Если нет, напишите в комментариях, почему. Такой лев, кстати, обычный, вот он, пластик тоже, просто склеенный вместе. Мне почему-то казалось, что они будут цельные. Прямо цельные. Ну, ладно, я надеюсь, что он не развалится. Хотя вот тут вот, видно, вот они, полосочка идёт. Тут дальше, в принципе, всё хорошо. Такой он, кстати, лёгенький, хорошенький. Обычный лев. Жираф. Ну, как бы здесь вот могли бы и пластиком дальше закончить. Там что? А, уходят дырки, нет, слава богу. А то я думала, тут там будет дырка, думаю, ребёнок мне обязательно что-нибудь засунет, а потом будет плакать, что там всё застряло. Жираф такой себе симпатичный. Такой очаровательный. Там где-то с ладонь, наверное. Так, детали. Здесь у нас кто? А где банан? А банан-то где? Что я не поняла. А банана нету разве? А банана, оказывается, и нету. Подождите, а он должен быть? А, подождите, это не в этом. Нет, нет, не в этом. Так, здесь у нас должно быть с вами 20 деталей. Давайте посмотрим с вами. Так, чуть-чуть. Раз, два, три. 18, 15, 20. Все 20 деталей. Всё супер. Так вот, смотрите. Здесь, кстати, у него дырка. И тут тоже вот прям. Туда вот глубокая дырка. Почему эти дырки не закрывают? Вот такой динозаврик. Маленький. Классно. Он, наверное, может сесть куда-нибудь. Сюда вот, ну, как бы плохо держится. Вот. Такой вот у нас с вами был первый конструктор. Сейчас я его уберу обратно. Ребенку я, конечно, буду давать в коробочке. И он будет уже оттуда выдоставать его сам. Это даже конструктор будет называться «Собери меня». Так, здесь у нас в комплекте идёт пила, лопата, молоток, топор и канистра. Вот она. Это, короче, всё очень надолго, я чувствую. Тут надо собирать. Конкретно собирать. Блин, смотрите. Офигеть. Тут собирать надо. Ну, ладно. Ой, ну что ж такое. Вот белая лошадка, она собирается. Главное, ничего не забыть, наверное, и собрать её правильно. Ну да, вроде всё правильно здесь должно быть. Голова с головой. Вроде так-то всё по-русски написано. А я думала, они собраты уже. Вот, кстати, довольно хорошо, так плотно она залезла. Даже с хвостиком. Опа! А вот, даже голова, смотрите, двигается. И всё. Довольно, кстати, да, она плотная. Но она, блин, она такая маленькая лошадка. Мне что-то казалось, что они будут немножко покрупнее, немножечко побольше. Ну, ладно. Тут даже есть жеребёночек маленький, серенький. Не знаю уж, кого он там серенький. Вот, колясочка такая. Вообще, она такая крохотная. Поилки всякие вот. Всякие, что такое? А, седло, наверное. Морковки прям вообще малюсенькие, прям малюсенькие. И человечек, конечно же, есть. Есть человечек. Так, следующая у нас с вами распаковка уже LEGO DUPLO. Вот, так это всё выглядит. Такая большая довольно коробочка. У нас уже есть один набор у LEGO DUPLO. Нам подарили. Это будет у нас второй. Второй. Так, здесь у нас одна запакованная. Здесь уже не запакованная. Так, просеок почему-то тоже отдельно. Так, здесь ещё что-то. И-то здесь уже инструкция. Как поставить. Инструкция. Так. Такая прям сложенная. Ой, ой, как она. А, просто. Ну, такая просто инструкция. А, какие ещё бывают? А, ну вот, кстати, вот такой набор. Классный. А у нас, кстати, вот такой набор. С самолётиком. И, честно говоря, нам не хватало. Постоянно кого-то нужно перевезти на самолёте. И, конечно, этого всего очень-очень мало. Почему-то LEGO делают наборы как-то недополненные, как будто бы. Как будто постоянно у них чего-то ещё не хватает. Например, как и здесь тоже. Вот. Окошечки здесь будут у нас. Так, домик здесь запакован. Здесь даже тоже курица в отдельном мешочке почему-то. Видимо, наверное, чтобы не заклевала корову. Чтобы они не рассорились. Не знаю почему. Так, такая курица. Мне прям такая-то интересно прорисована. Ну вот, смотрите, LEGO уже всё прям шикарное. То есть, всё тут закрыто, дырки. Всё прям классное. Корова. Ну, корова тоже. От LEGO, конечно, тоже немножко вот эти вот щели есть, куда будет забиваться какая-нибудь грязь. Это неудобно. Мне казалось, что будет конструктор прям полностью. Ну, хотя бы тут. Ну, такие копыта большие у коровы. Мне не очень как-то. Ну, видимо, чтобы она стояла. Так. Поросёнок. Тоже полностью всё герметично закрыто. Такой хвостик у него. Такой маленький, хорошенький. Так, здесь... А, здесь паилка у них. Здесь так тоже. Чего-то тут ещё. Лопата, кстати, прям, смотрите, лопата добротная. Такая классная. Не то, что там было в другом наборе какая-то лопата, но такого не очень качества. Так, киска. А, киска, вот тут уже дырка есть. Там уже, вон, у меня, видите, до сюда вот палец дали. Видите, какая дырка. То есть, туда уже можно что-то засунуть. Цветочек, кстати, классный. А, у меня ещё должна была панда прийти. Из Лего Дупла. Но они быстро закончились. То есть, вот такое у нас. А, получается, вот дверца и окошечко для этих. Так, теперь у нас с вами пойдёт следующее вот это. И самый интересный большой набор это вот этот. Давайте посмотрим, что же тут. Тут я купила для ребёнка для мелкой моторики. Потому что так вот мы занимаемся алфавит, да, вот цифры, как бы это для мозгов больше занятия. А вот что-то вот пальчиками такое вот собирать. Это вот у нас очень мало таких игрушек. Почти что нету. Ну, гораздо проще ребёнка обучить алфавиту вот цифрам, складывать, нажать и так далее. Это гораздо проще. И гораздо сложнее вот что-то вот такое вот. Так, давайте. А, ну тут ничего с той стороны нету. Ага, так он выглядит. Такие вот хорошие тут штучечки. Кружочки. Они, кстати, довольно плотные. Тут ничего не запаковано особо, кроме них. Ёжик сам, кстати, деревянный. Такой хороший. Пахнет вкусно. Пахнет деревом, деревьями. Такой хорошенький ёжик. Такое видно тут фактура дерева проходит. Прям классно. Так, с этой стороны ничего нет. Сами карточки. То есть, показываешь ребёнку карточку, и он сам должен вот это выкладывать. Это интересно. Куда-нибудь вот в больнице лежит, допустим, если ребёнок, то это будет очень интересно. Ну, и, конечно, по цифркам ещё вот это всё. 10, 9, 8, 7. Вот они. Или без. Вот только половина, а тут пустая. Ну, это интересно. Это классно. Есть ещё, кстати, точно такую же. Я видела там в магазине продажи ёлочку. Но мне почему-то, я увидела ёжика, и мне сразу захотелось ёжик. Он мне понравился. У них какой-то ролик даже есть на эту тему. Здесь тоже вон что-то. Повторить за ёжиком. А, Инстаграм. Ещё что-то там. А, ну и, конечно, инструкция. Всё написано. Хороший такой наборчик. Мне понравился. Самое главное, знаете, что очень важно, это коробка. То есть, всё сложил. Вот, пожалуйста. Закрыл. Вот так вот. Вот. И убрал. Всё. Оно лежит герметично не в каком-то пакете, а в коробочке. Это классно, на самом деле. Так, следующий у нас набор. Смотрите, он такой просто вот огромный. Моих несколько рук помещается в нём. У нас вот... Не прочту, какая фирма. Не знаю. И давайте его с вами откроем. Конечно, как я и считала, то есть, в такой огромнейшей коробке, конечно, немножко остаётся пустого места. Здесь вот как раз вот эти вот животные. А, ну они тут видны. Закручены, кстати, классными... Классными прутиками. Так, а у нас есть человечек. Кстати, довольно такой большой, добротный человечек. А, пингвин! Пингвин! Немножко грязненький. Оу! А там тоже дырки. Тоже есть дырочки. Вот такой хороший пингвин. Разложен прям по таким плотным пакетам. Прям плотным. Так, давайте посмотрим, наверное, животных. Так, у нас здесь медведь. Такой хорошенький. Там есть... А, ну там дырки не особо. Белый такой, смотрите. Большой. Рыба с дыркой хорошей такой. Не знаю, почему не закрывают эти дырки. Хватик прям тоненький. Чтобы стояло, что ли, не знаю. Ящик. Кстати, вот такой же вот ящик у Lego Duplo. Тоже есть. Но они чем-то похожи. Кстати, он тоже такой же большой, как у Lego Duplo. Можно еще что-нибудь сказать. Так. Второй. Они два похожи. Мне кажется, вот этот темнее, чем вот этот. И так тоже темнее вот этот вот все равно, да? Немножко они разные, наверное. Мальчик и девочка. Так. Ну, кстати, конструктор очень классный. Такой очень прям плотный. Такой хороший. Мне кажется, он даже подойдет к Lego Duplo. Дерево. И даже, смотрите, оно даже внутри дерева. Его можно, наверное... Хотя нет. Может, оно даже не собирается дальше. С чем-то оно там. Что-то у нас на картинке-то. Что на картинке у нас тут? А, вот что у нас на картинке. А, ну да. А, хотя нет. Ну, вот, да, дерево идет. То есть, вот оно все. Так, лев, медведь. Так, а где у нас лев? Лев, медведь, бананы. Жираф еще должен быть. Хотела только часть распаковать. Но придется все, видимо, распаковывать. Так, громадный цветок. Смотрите, такой классный. Прямо цветок. Я бы сюда поставила. Ну, ладно. Так. Здесь у нас есть забор. Кстати, очень классный. А у Lego Duplo тоже есть такой же. Прямо вот он копит. Так, у нас бедненький. Прозрачный. Классный, кстати. Прозрачный. Необычное что-то. Так, давайте посмотрим. Ну, я думаю, что этот конструктор подходит к Lego Duplo. Все хорошо. Здесь тоже, кстати, лев почему-то тоже отдельно находится. Не знаю, почему здесь лев отдельно. Здесь уже он тоже. А, ну, он, кстати, похож немножко на того. Тоже тут есть вот эта вот щель. Он такой плотненький. Он такой классный. Здесь он какой-то уже другой особенный. Жирафик. Такой, смотрите, у него такая мордочка. Он даже как-то собирался по-другому. Здесь как будто вот неровная. Такой симпатяшка. Тоже такой классный. Так, ну, тогда у нас получается все животные, наверное. И давайте с вами посчитаем детали. Потому что я прежде чем покупать, читала много отзывов. Обычно коробка мятая, рваная приходит. Половины деталей не хватает. Здесь написано, что 53 детали. Вот она. И здесь, кстати, внизу вот нарисованы какие детали. Три, пятьдесят три. Все есть. Все на месте. Слава богу, нам достались все детальки. Я очень рада этому. И у нас с вами получилась такая вот огромная гигантская распаковка. Вот так это все выглядит. Вот единственное, что мы с вами не распаковали, это вот такую вот бутылочку. А, честно говоря, я не хотела. Ну, ладно, давайте распакуем. Раз уж она здесь лежит у нас. О, она такая гигантская. Здесь сколько? А, 240 миллилитров. Но она, смотрите, прям большая. А, вот она, соска силиконовая. Тут что? Дырка, что ли? Не поймала. А, с дыркой, что ли? Ба! Или нет? Что-то тут? А, нет. Нет, не дырка, что ли. Что-то тут как-то она это... Что-то тут непонятное очень такое, тоненькое. Ну, видимо, так должно быть, может быть. Дырочка, и тут даже, смотрите, находится такой, типа, как ключик такой. На ключик похожий. Это, чтобы сделать... Вот здесь написано. Сделать, сделать, сделать. Вот. Сделал дырку. То есть, одна капелька, чтобы... Две, три, четыре или побольше. Мне вот это вот надо. То есть, ее прям конкретно туда надо засунуть. И сделать... Как полу. Кстати, она очень плотная. Она очень плотная, кстати. Я люблю, когда она немножко мягенькая, потому что удобно на нее нажимаешь. И вытекает гораздо больше. И вы 100% уверена, что ваш ребенок напился. Сейчас мы попробуем. А, вот. Проходит. Ух ты. А тут какой-то... Какой-то хвостик тут даже, смотрите. А, это надо... Ее вытащить вот так. И показать. Какие-то сейчас, вон, уже они стали новенькие. А, ну и поэтому вот это вот тут. Дырочка тут какая-то. Не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, кто знает, что это такое. А я уж испугалась, думала, соска рваная. Ну ладно, думаю, хоть бутылка есть. Думаю, соску найдем, наверное, для бутылки. Вот, закручивается хорошо. Такая прям добротная. И, кстати, для нее соска у нее прям огромная. Мне кажется, была у нас гораздо меньше. Силиконовая, мягенькая. Ну, правда, розовенькая. Голубые почему-то очень быстро заканчиваются. Поэтому у нас розовая. Как-то пока я собирала закупку, уже все голубые закончились к тому времени. Так, вот такая у нас с вами получился обзор. Глобальный обзор. Я надеюсь, что он вам очень-очень понравится. Потому что я для вас старалась. В принципе, я могла, конечно, это распаковать все по отдельности. Но это затянуло бы мое время, конечно, и ваше тоже. Я надеюсь, что вам так понравится больше. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите наши другие ролики. Как мы с сыночком живем. Играем, занимаемся, развиваемся, путешествуем, гуляем. Также обзоры на технику, на продукты еще у меня есть интересные очень. Живопись есть. Кулинария есть. Еще много всего интересного. Фоны всякие. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.